Брещанка Анна Малецкая – продвинутая девушка. К своему здоровью относится со всей серьезностью, понимая, что беречь его нужно с молоду. Поэтому приглашению на диспансеризацию не удивилась. Дело нужное. Не пью, не курю. Здоровое питание, режим сна и труда. Вне участкового помощника врача, ну, сказал, что нужно по плану пройти диспансеризацию. Записал на подходящее время, и я явилась на прием. Диспансеризация – это медицинское обследование, которое помогает понять, есть ли проблемы со здоровьем. А если есть, вовремя начать лечение. Она включает два этапа – необходимое обследование и дополнительное. На первом этапе сдаются базовые анализы, например, общий анализ мочи и крови. Терапевт измеряет артериальное и внутриглазное давление, измеряет рост, вес и другие параметры, направляет на флюорографию и ЭКГ. Женщины посещают гинеколога. Диспансеризация направлена на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. То есть мы приглашаем пациентов на прием к помощнику врача в кабинет диспансеризации, либо непосредственно к помощникам врача их участков, потому что диспансеризацию мы проводим не только в кабинете диспансеризации, но и непосредственно по участкам. Пациенты приходят, им проводится анкетирование. В анкетировании есть 25 вопросов, на которые они отвечают. И на основании ответа на вопросы, если где-то они ответили «да», либо затрудняюсь ответить, им выставляются факторы риска развития этих неинфекционных заболеваний. Четыре категории. Это факторы риска развития заболеваний болезни системы кровообращения, сахарного диабета, хронических обструктивных заболеваний легких и онкологических заболеваний. Если выявляются риски, то пациент направляется на дополнительное обследование. В зависимости от ситуации человек посещает профильных специалистов. Пройти профилактические мероприятия бесплатно может каждый житель нашей страны в любом возрасте. Пойти на диспансеризацию значит быть ответственным за свое здоровье и заботиться о близких. Диспансеризацию нужно пройти всем. Согласно постановлению, все пациенты у нас разделены на две категории. Это группа лиц от 18 до 39 лет, которые приходят на диспансеризацию раз в три года. И лица старше 40 лет, которые приходят на диспансеризацию ежегодно. Ежегодно им проводится анкетирование и все обследование. Алгоритм действий для прохождения диспансеризации достаточно простой, привычный. Через звонок в регистратуре, из нау-хау, через мобильное приложение, инфокиоск или QR-код. Или по приглашению помощника врача. А дальше все просто. В один день и в одном месте пациент может пройти комплекс диагностических и лабораторных исследований. К нам могут приходить пациенты как с направлением, так и без направления. Пациенты больше идут сами, они уже понимают, что это эффективно. И их это, как правильно сказать, подбадривает их приходить в кабинет диспансеризации и проходить саму вот эту диспансеризацию. Как относятся к диспансеризации? Неоднозначно. Кто-то понимает, что это необходимо, другие игнорируют. Это выбор каждого. Вы сами идете, обращаетесь или к вам с поликлиники звонят? Нет, у нас на работе бдят, поэтому дают бумажку, напоминают. Помогает ли вам диспансеризация в профилактике заболевания? Я думаю, что да. Потому что, наверное, не всегда хочется сюда добежать, а тогда, когда нужно, выхода нет, поэтому идешь. Кстати, с 2024 года при прохождении диспансеризации работнику будет предоставляться выходной день с сохранением зарплаты. Продолжение следует...